Ну что, пиво жрешь? Воу-воу, шеф, все по условиям контракта, я вообще-то на работе. Да, и не поспоришь? Придется даже премию выписывать. Короче, ты не хочешь в Днепр смотнуться? В Днепр? А что мы там забыли вообще? Как что, а пивоварни? Знаменитые днепровские пивоварни. Хочешь посмотреть? А? Пивоварни? Хо-хо-хо! Только при одном условии. Ну и какое? Фух, только я за рулем. Хрен с тобой, поехали. Ложись. Как вы уже поняли, мы находимся на фанатике самой большой пивоварни Украины. Крафтовой. Посмотрите туда. Вот это объемы, это просто поражает. Ну, сейчас мы еще туда зайдем, посмотрим все это. Тут даже в дегустационный зал не банками приносят. Это специальный орган под пиво, чтобы можно было подходить здесь и сразу раз, два, три, четыре. Ну, а дальше уже как ноги выдержат. У меня нет слов. Еще там в бутылке. Игорь Самойленко, директор. Нет, я не директор, я просто продажами занимаюсь. Просто, просто занимается продажами. Экспериментальный цех. Мини-крафт лаборатория. Блин. Здесь, здесь под бутылки. Устал в бокалы наливать и пить? Наливай в бутылки и опять пей. Вот это по-нашему, вот это я понимаю. Работаешь, экспериментируешь, наслаждаешься процессом, наслаждаешься результатом. Ну, блин, вообще все по фэншую, все по фэншую. Ну что, народ, вот Андрей Фролов. Создатель, вдохновитель, идейный гуру вот этого вот всего богатства, вот этого вот невероятного чуда. Андрей, у меня нет слов, просто как, как? Добрый день. Называемся мы фанатик, потому что команда собралась здесь в поиске фанатиков. Пиво, все, что связано с пивом, вокруг пива. И основная миссия, она у нас длинная. Мы будем это в соцсетях писать и рассказывать, чем заниматься будет, в принципе, это предприятие. Какой продукт будет выпускать. Но основная миссия у нас это продвижение качественного крафтового пива на Украине. По сути, это самый большой завод, который может дать потребителю попробовать пиво по нормальной цене. Потому что маленькие заводы, они делают хорошее пиво, но за счет больших общезавостей. Чем меньше объема, тем больше себестоимость получается. Да, поэтому не совсем могут дать. Демпинговать мы не будем, будем создавать рынок. Да, вы меня задавите, если демпинг пойдет. Нет, мы не хотим этим заниматься. На самом деле идея просто дать большему потребителю попробовать вкусное пиво. По факту самая большая крафтовая пивоварня Украины. Да, самая большая крафтовая пивоварня в Украине. Самая технологичная. Сейчас вам все покажу. Предварительные ТТХ? Объемы? Объемы. Завод раскачается на миллион литров. Сейчас запустим на 400 тонн. Вау! Вау! Дальше будем смотреть. У нас там есть место еще под танки. Дополнительно холодный цех будем расширять. То есть варочник уже... Сейчас челюсть немножко на место поставлю. Сейчас мы находимся в дегустационном зале. Где будет проходить дегустация, где будет обучение. У нас есть такие столы как трансформеры. То есть когда надо мы под партой их выставляем. Можно буквой П, можно буквой Г. Как во всех там больших концертных залах по центру главное одни все. Мы подумаем, что должен быть какой-то орган. Аудитория садится и тут маэстро начинает... Наливать. Наливать. Играть. Наливать. Ну да. Поэтому и такая идея пришла. Не знаю получилось у наших дизайнеров. Не круто. Круто. Супер. У тебя на завод? Да. Пошли. А запах. Запах какой. Такой солод. Солодовины. Все на автоматических клапанах и всем процессом. От выгрузки силостной группы до выгрузки дробиной обратно управляет один пивовар. То есть полностью автоматический завод. Здесь нет ни одного ручного клапана. Вау. Все на альфа лавальях стоит. Мы сейчас спустимся под завод и увидим. Круто. Круто. Это охмелители. Ну да. Это охмелители. Я знаю. Ну так вот. Система сейчас как раздалито пиво у нас. Угу. Ивко. Ивко. Нагрев у нас идет газом, парогенератор и сюда дается пар. Мы паром нагреваем все процессы наши. Ну да. Все процессы наши. Паровые рубашки. Это получается вот эта часть один варочный порядок и та часть тоже варочный порядок. Да. Отдельный, да? Ну здесь оно идет по процессам, оно пересекается, но по сути здесь два завода стоят. Два завода. Одновременно у них единственное это, что совмещает тогда емкость на два завода, это вот эта вот емкость горячей воды. Которая рассчитана сразу по два завода, не было смысла ее разделять. Ну я понял. А на сколько тонн получается? Четыре тонн варочный. Один. Один, да. Один. Один варочный четыре тонна. То есть четыре. Один варочник четыре тонны. Четыре. Идемте, зайдем в сердце, где это все управляет. Операторское, да? Это операторское, где в принципе управляет всеми процессами варки. Идемте в холодный цех, походим. Да, 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 да. Хочется везде вообще походить, посмотреть. Такой ажиотаж. Вы фанатики, мы фанатики. Очень, очень, очень все интересно. Мы когда с партнерами пришли, мы по сути это здание выбрали, когда мы его полностью реконструировали. Был такой старый ангар. И когда пришли и вышли на вот этот балкончик, мы поняли сразу, где будет, не видя проекта и не понимая объемов производств, мы сразу вышли, вот здесь будет стоять варочник. Вот здесь будет огромное окно, чтобы все было видно. Вот здесь будет холодный цех. Сразу родное такое, да? Здесь, здесь и здесь. Каждый танк 24 тонны. 24. Йоханнексбург, блин, а! Идемте покажем вам, когда, вот насколько мы фанатики хотели. Мы ведем трубы все. Вот такой фанат. Должны были все трубы выходить здесь, но поскольку мы затачиваем под экскурсии. Опа-на! Как ее спрятать? Опа-на! На самом деле это уже красивенько, красивенько. Да, и вообще незаметно. И не только технологично, но еще и красиво, чтобы было. У нас, у нас какая-то понятное дело. Мы же делали картинку и мы фанатеем от того, что мы делаем. Они, ну супер! А вот эти вот, это насосы, помпы получаются? Нет, это клапана. Это как раз автоматические клапаны открытия-закрытия. Это вот автоматика. То, за счет чего, в принципе, оператор не переключает. То есть, это все краны автоматически включаются. Они там закрытого типа, открытого типа есть. Так как красиво смотрится вообще. Да, да. Это все показано, когда работают, они горят тремя цветами и индикация. То есть, ты видишь, где ошибка произошла, какой в процессе задействован именно клапан. То есть, это для визуального контроля еще. Ты вообще не работа, а новый год какой-то постоянно? Да, да. Постоянно весело. Весь завод, на самом деле, он очень технологичный. Мы гордимся им. И это видно. Мы ездили по многим европейским заводам. Мало где видели. Да, да. Диоптер какой, да? Небольшой диоптер, чтобы видно было. Небольшой диоптер, но мы сейчас сюда делаем подсветку. Потому что нам, видите, зиптехнологи заказали. И они сказали, мы справимся, сейчас вставим. У нас будет здесь светиться с обратной стороны, чтобы визуально лучше было. Ну, красивее, да. Ну, такая такая. Мональный маленький тепловой узел. С подачей пара, возвратом конденсата. Энергозатраты этого завода уже большие. Поэтому мы очень много уделили внимания энергосбережению. Здесь Вайерман будет храниться. Сами знаете, что Вайерман идет только в мешках. Да. Уже в силос не переведешь. Зашли. Вот не люблю показывать, как должно до конца. Но зашли. У нас все в стеллажах. Сейчас с ричтраком все это будет забираться. Нет. Что заполнено будет. Видно. Масштабы видно. И такой прогноз на будущее. Задатки такие, что все, все, все круто. Глобально мы хотим просто продвинуть, показать, как делается пиво. Рассказать все о пиве. Научить народ разбираться в стилях пива, в качественном пиве. И на самом деле в Украине уже столько пивоварен и ребят, которые фанатеют от этого, что мы не хуже, чем Европа и Америка. Да, сейчас подъем такой идет. Надо просто дать в массы нормальный продукт. Это холодильничек, да? Да, это холодильник у нас под хмель. Здесь мы храним весь наш хмель. Ага. Заходим, смотрим. Уху! Запах-то какой, сразу пошел. Просто уху. Класс! И за температура плюс 5. Классно. Сейчас у нас идет вот прохладарная заграва. вот тоже хочу украинские хмели пробовать сегодня попробуем пиво первое мы сейчас варим простые лагер и пытаемся то есть мы не только за грабу мы играем сейчас мы попробуем посмотрите что можно сделать с украинским книгами нашего добор банонофорную башню мы забрендировали видал наш лога такая вообще ребята говорили вы здесь планируете с такой центр крафта делать чтобы фестивали у нас будет здесь в августе 1 фестиваль называется он что пудовка 7 от 5 до 7 тысяч человек будут 20 украинских звезд участвовать собираемся провести его масштабный музыкальный фестиваль вообще по-взрослому а вот эта зона 200 литровые бочки марлеванде это будете уже бушная закупать до подкрепного алкоголя или ногу уж ну скорее всего да ну и новые бы бушная там и ровно новый это такая самая крафтовая зона сантой тяжелое пиво будет здесь да слов нету одни эмоции сим блин как у меня бродильный цех да у меня один в один бродильный цех вот с такими на 600 литров а тут это сип мойка караул сип мойку сразу поставить на полосу на 100 процентов завода расширения потому что его так тяжело будет внести ребята вы конечно а склад химии сейчас будем уходить на 200 переделывать стеллажи понимаем что наверно уйдем на 200 химии уходит очень много для мойки ну да это уходить на 200 литровые бочки и уже сразу вкатывать их туда подключать мойка конечно это вообще центральное звено пивоварки я рука червашина проверить ими менять не будем рассчитан снова выше азотные мембраны и мы из воздуха добываем азот и не подключаем углекислоту весь этот цех вырабатывать ресивер у вас здесь 10 еще запасных ресиверов стоим на улице что с чего нам это надо свой азот вообще стоят для чего нам это надо во-первых мы для передвижения жидкости по заводу то есть транспортировка создаем давление все заводы используют углекислоту углекислота не совсем число это хозяйство которое тяжелое постоянно заказывает у него постоянно летом цена вырастает зимой меньше решили от этого отойти полностью автономность полная 2 мембрана и второе мы он чистый любой азот на самых крупных компаниях отфильтрованных он все равно там имеет какие-то примеси здесь мы сами меняем разными следим за этим хозяйством у нас весь наш азот максимально чистый у нас это сепаратор это сепаратор вот мощность всего завода это вот такой маленький сепаратор да 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 у нас нет фильтрации здесь пастеризация поэтому мы за счет этого быстрее то есть вы выпускаете нефильтрованное не пастеризованное то есть чисто вот там и крафтовых крафтовых это сепаратор который контролирует дрожжи и постоянное качество для потребителя потому что все знают что любой завод он не смог по-разному осветляется танк для того чтобы быть постоянно по цвету и по вкусу по количеству дрожжей без этой штуки не ну понятно да все емкости с мониторами напичканы кучей датчиков программе видно сколько его в танке сколько дней он под таким охлаждением там глубже экстракт виден температура его то есть бумажку не надо клеить не надо не бумажку клеить и надо не ходить ни с каким планшетом ты конкретно пришел задача разобраться что происходит в этом танке у тебя выведена вся информация на на этот танк не перепутать круто я уже сколько раз я уже повторил слово круто и балдеем да а это был разлива бутылочная у нас родник бутылку ребята феррера приедут марки вначале на ее полностью монтаж настройку оборудования производительность его по-моему две с половиной тысячи бутылок в час она идет с датировкой с электронной на бутылку с спрыском ты для для лучшего сохранения про я понял чтобы не окислялась то есть у нас еще даже есть он автоматический упаковщик ящик не на всех крафтовых заводах такая не такое не видел такую собирается там банк грубо говоря я понял бутылок она дальше формируется забирают вакуумный пистолет и выставят в ящик в картонный ящик мы будем в картонный ящик все парковать фирменные следующим этапом у нас будет автоматическая линия по ох ты по наливу в кеге взяли компанию сифа здесь вообще за этой машинкой мы очень очень много и долго выбирали поставщика себе выбрали сифа потому что они максимально углубились в контроль качества мойки и налива кегу она наполовину мощности производит налив и мойку 70 кег в час то есть дальше нам только поставить вот этот блок второй к этому конвейеру мы увеличиваем в два раза мощность объемы конечно такую гибкость только вы к ним оборудование возможно было супер можем пройтись по ней посмотреть как она работает ну да 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 но вот работает только на 30 кега могу объяснить почему обратно любим свой своих сотрудников и не хотим снимать и галиф центр и тяжести 50 килограммовые а еще потом если вы посмотрите на 50 литровые кеги они Из-за того, что они тяжелые, их бросают И дно все время помятое Так их бросают, мало того, что еще Переворачивают и потом ногами вот так вот Да, и кега все время побитая А эта линия, если на ней Будет неровное дно, она будет ее В браковку выкидывать А трясатка, по сути, она легкая, ей легче работать Ну да Плюс пиво не будет застаиваться, трясатка быстрее проливается До потребителя будет всегда свежее пиво Ну да, да Ну круто вообще Охрана труда будет довольна Пойдем, я покажу вам наш холодильник готовой продукции Ага Еще бы Скоростные ворота для холодильника, которые сами Закрываются там через какое-то время Для сохранения тепла То есть, чтобы Ну да Ух ты Это наш холодильник Мы его утепили Нанесли В полюбикановую полную требу 100 миллиметров И у нас сейчас наружу здание Утеплено Минвана Само здание утеплено Практически без 200 миллиметров Утепление Но интересно, что мы применили гравитационную систему Под Кеги Ааа Это под наклоном Да Почему она Простая, но очень эффективная Во-первых, храним под самый потолок всю продукцию А во-вторых, мы никогда не перепутаем Здесь свежее пиво под лаппи сегодня Агустка с той стороны идет То есть дата Ну я понял, да Перепутаешь Само сползает потихонечку Супер Это сейчас мы стеллажами забьем дальше Идет все Все эти позиции заказные В Украине никто не держит на складах Купили две, попробовали Нам понравилось Теперь мы да заказываем весь Как и планировали весь этот холодильник Стеллажей Полтора месяца придет Класс Итальянский производитель Стеллажей Класс Все И потолок тоже запененный Вау Все, и отсюда уже готовая продукция Выходит на выгрузку До клевейера Объемы, конечно Лабораторию покажу вам Ооо Большая лаборатория Контроль качества На всех этапах На всех этапах В ходе сырья На розливе На варочнике На линии разлива То есть На сепарирование То есть Берут пробы Сейчас вам руководитель лаборатории Расскажет В принципе Чем они занимаются И для чего Они нам нужны На самом деле Полы это очень важная Конечно Часть правильно Выбрать полы на производство Потому что Это чистота Уход за ними И Выбрали Наливные полы Яркого цвета Почему выбрали Тоже могу рассказать Это Не потому что Это наш фирменный цвет На желтом Любые полы Под воздействием Химии Они начинают Менять немного Цвета Вот эти полы Какого бы они цвета Небали Они дают желтизну А оно уже желтое А поскольку наш фирменный цвет Желтый Мы решили сделать желтые полы Чтобы не было пятен И этого не было видно Ну я понял И они всегда были в хорошем В хорошем состоянии Такое вообще Да Это там вот если вы увидите структуру Там внизу кварцевый песок Который залитый боксидом Да Вообще Как стекло И они не скользкие Похипетешь Да Это не плитка А это лесяца В нашу лабораторию Ага Здравствуйте Что зовут Лариса Александровна? Очень приятно Лариса Александровна Я Виктор Вот Очень Очень Впечатлили У меня сейчас даже нет слов О заводе Одни такие эмоции Выкрики Как Это очень приятно Спасибо нашим директорам Которые создали Такие Так сказать Условия Выстроили такой завод Потрясающий Пайпер Да Наша производственная лаборатория Является службой Системы качества Нашего завода У нас Значит два подразделения Это химическая лаборатория И микробиологическая лаборатория Мы проводим анализ Ходящего сырья Бабы Контролируем Весь технологический процесс Который у нас происходит На заводе Проводим Санитарно-химическое исследование Оборудование Мойки Оборудование Готовности оборудования К Ну все полностью То есть Все уровни контроля Составятся большие задачи Будем делать исследования Которые Не нормируются Не заложены в стандарты Но мы будем расширять Свою область И контролировать То есть Эти стандарты Даже как бы Не обязательны У нас Но вы для себя Их делаете Державцы в державном стандарте Украины Но мы на этом не остановимся И будем решить Ух ты Ставятся конкретные задачи То есть Мы знаем Какой процесс Сегодня будет происходить Мы знаем Что нужно определить И Какие исследования Провести То есть Это наш логомер Который Для кислоты Есть у нас Еще второй прибор Который Определяет Все показатели Спирт Сухие Вещества Кислотность Плотность Экстракты Классно Планируется Покупка Сфотометра Которые Расширят Наши Безграничные Возможности Всегда Питал Слабость К лабораториям Да Классно Классно Колбочки Такие Обратно Приехали Чуть раньше Еще не до конца Все сделано В стадии переезда Так интересно Вот Сама Стадия Создания Такого А это Вы тогда На год Опоздали Не Ну Кто же знал Вы же потихоньку Все делали А потом Сейчас начали Уже Просачиваться В фейсбук В ютуб Немножечко Информация Ну Ничего Приедем Еще Через полгода Посмотрим Как оно Здесь Пойдем Целекрадиологию Покажу У нас Наша гордость Это наш Микроскоп Который Дает Тысячное Увеличение Который Выводится Сразу Информация На Компьютер То есть Контаминацию Сразу Вот так На раз Да Можно Даже Блазон Снять Микроскоп Так что Можете В принципе Снять Мы можем Сейчас Красивые Картинки Показать Ой Хотелось Хотелось Бы Очень Посмотреть Сейчас Мы Настраиваем В процессе Потом Покажем Ой 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 Какое Движение Живое Какая Красота Это Вот Сейчас Вживую То есть Да А уже Окрашенный Получается Да Вот Это Синие Это Дохлые Нежизнеспособные Ну Мы По-простому Дохлые А мы Еще Хотим Поставить Автоматически К этому Микроскопу Анализатор Который Будет Автоматически Считывать Идентифицировать Клетки Которые Нажать На кнопочку То есть И тут Даже Человеческий Фактор Да То есть Минимизирован Вообще Круто Он Жирненький Прям Хорошие Детки Расплодились Хорошие Дрожки У вас О Так Это То есть Как Вообще Лучшие Мировые Бренды Бренды Со Своими Культурами Штаммами Ну Это Круто Какой Рас Сказал Круто Супер Класс 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 На пивоварню Лабораторию Сверх 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 Да Сверх 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 Спасибо огромное Приезжайте Нам через полгода Да Приедем Приедем Очень интересно Уже Во всем Великолепии Посмотреть Когда уже На полную мощность Когда уже Все будет Без Всяких Там Ремонтов Уже Идеальное Качество Хочется Посмотреть Какой Это Идеал Что Это Вообще Такое Как Это Бывает Мы Хотим Выпускать Независимый Журнал О пиве Который Будет Называться Фанатик И Полностью Он будет В электронном Виде Полностью Бесплатный Для всех И будем Освещать Вообще Всю Культуру Пива В Украине И что Происходит Ну Пойдем Заглянем Один из Кабинетов Или Вставим Это Видео Чего Пишется Миссия На всех Предприятиях Понятно Чтобы Весь Все Сотрудники Понимали Куда Мы Движемся Это Маленькая Креативная Комната Где Рождаются Все Идеи Сидили У нас Два Упроводителя Задача у вас Конечно Такие Миссионерские Аэрокосмических Агентств Такие Расчерчиваем Расчерчиваем Нас Играя Столько Любовь Не путаем Все Оно И настены Перейдем Задача у вас Хожу Хожу Только Да Да Супер Да Круто Помаши Делать Ребята Ну что Фанатики Идемте В Центр Водоподготовки Пошли Ого Работаем на городской воде Ого Сознательно ушли От космоса Потому что Все таки Он убирает Полностью Соли От Воды Пиво Это вода Ну конечно Мы убрали Умягчили До нужды Уварения Следим за кислотностью И убрали Примеси Механические То есть Механические И дальше У нас Учитает Ультракционная Ламка Которая Деззаразывает Слева Это комплекс Фильтров Справа Это запас Воды Потому что Мы живем В Украине И никто Не предупреждает Об аварии Или о подключении Это точно Здесь у нас Запас По-моему 50 тонн воды То есть Здесь 40 И В башне Рожновского Мы наполняем Там тоже А вот это Желтенькая Граната Да Желтенькая Граната Понятно Что тоже Автоматически На автоматических Плафанах Стоит Ну это Все Ионообменные Да Получается Так Нет Здесь идет Механика Вот это Ионообменная Емкость А дальше Идет По-моему Уголь А ну Флор Да Ну круто Блин Опять круто На автомате надо следить только за солью Содержание Для регенерации Соли Ну да Ионообменные Соли Ионообменные Соли А это у нас маленькая водоподготовка Она доочищает вот эту воду Это как раз для паровых котлов Я понял Там вода с другими требованиями производителя Ну там Ну сейчас зайдем туда расскажу Ну там надо чтобы вообще как бы обессоленное Чтобы ни на положение не было Да Обессоленное У нас еще стоит вот сюда накопитель Маленький осмоточек за ним Ага Там вода полностью подготовлена Именно для пара Значит это парогенераторы Это два котла Почему по два Потому что они работают в каскадной И на случай аварии Ну а вывода одного из устройства Берет на себя полностью мощность Ну и чтобы нагрузку не распределяет Такое жерло вулкана А это деэратор А возврат когда возвращается пар В нем он убирает воздух из воды Деэрирует И обратно отдает на паровые Это для безопасности как вот Ну чтобы не Такой процесс Но бывает химический Бывает механический Мы выбрали механический Долго думали Купили механический Ну мощные такие кабаны Ну вот такой вот конкурс Все это надо обогреть 2000 квадратных метров Да нет Там конечно Цеха такие что Башенка своя такая Граната Водяная Такая С округи видно Чтобы по трассе все ехали И сразу видно На маяк Пивозаправочная станция Мы хотим еще там остановку Видели поворот Да Мы хотим ее отреконструировать Сейчас поедем Пообщаемся с властями Весь объект мы построили За полтора года С нуля Полтора года Да Здесь концерты Да У нас там забором Отгораживает А мы сейчас вам покажем Наш план Что будет У нас есть уже разработанный Дизайн полностью Все площадки До мелочей Разрисованы Мы его к августу Выстроим полностью Здесь у нас на территории Будет мы назвали Это фан зон По сути это первое Кафе фанатика На нем мы отработаем Все процессы Рецептуры Подготовим людей К продаже пива К барменов И в планах Запустить свою сеть пабов В Украине Под брендом фанатик Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...